Всем привет! Меня зовут Анастасия Семьина. Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я разговариваю со своей подругой Катей. Привет, Катя! Привет! Вы, наверное, уже знаете Катю. Катя певица. Катя пишет свои песни и она для меня источник вдохновения. Катя, расскажи, пожалуйста, как давно ты уже занимаешься музыкой и написанием песен и вообще как давно музыка пришла в твою жизнь? Это был где-то восьмой класс школы, то есть порядка уже 14 лет в целом музыка вошла в мою жизнь с помощью гитары. Папа подарил мне гитару и с тех пор я очень полюбила петь, играть. Сначала это было на уровне любительском, а потом через какое-то время я поняла, что я, наверное, хотела бы заниматься этим каждый день. А ты ходила в школу, чтобы учиться играть или сама училась? Как это произошло? Нет. Папа подарил мне гитару и нарисовал на листочке несколько аккордов с точечками и сказал, учись. Ты сама училась? Ну да, я училась, если это можно было так назвать. Училась для того, чтобы я могла себе аккомпанировать, потому что мне важно было выступать перед друзьями, играть песни. А кто, если не я сама? Угу. И достаточно скоро ты начала писать свои песни тоже в школе, правильно помню? Да, да. На самом деле я тогда относилась к этому как к игре, потому что, когда я научилась играть на гитаре, у меня было в арсенале несколько аккордов, 5, 6, 7. Я поняла, что скучно просто петь чужие песни. И мне было интересно, как пазл собирать слова, музыку в какую-то одну картинку. И мне было интересно, что из этого получится. И какая была первая песня? Первая песня... У меня есть какая-то картинка в голове, но я даже не помню, как она поется. На самом деле, где-то она у меня записана. Если поискать, то можно найти. Но я точно помню, что она была о любви. Хотя я, конечно, была не влюблена в тот момент, но... Готова влюбиться. Почему-то очень хотелось было писать о влюбленности, о любви, о чувствах, потому что возраст был такой. То есть известная песня «Любовь, война» — это не первая песня? Нет. Нет. А что тебя вдохновляет сейчас на написание новых песен и на написание музыки? Этот вопрос очень интересный и очень широкий. И, на самом деле, мне самой важно и интересно думать об этом. Потому что вдохновение — это такая штука, которая может прийти откуда угодно. То есть это может быть и, конечно же, путешествие, конечно же, что-то новое. Это, например, когда мы ездили с друзьями этой зимой первый раз в моей жизни кататься на сноуборде в горы. Для меня это был просто огромный поток вдохновения. И не то, что я пришла домой и мне захотелось писать о сноубордах, но это просто какая-то сумасшедшая энергия, скорость. И ты летишь и... В общем, в любом случае что-то новое, что-то грандиозное всегда вдохновляет. Но, помимо этого, даже простая прогулка и простой лист, который танцует на ветру, вдохновляет ничуть не меньше, чем что-то огромное. Я считаю, что счастье, оно, наверное, находится в каких-то ювелирных моментах, в мелочах. Я, насколько помню, ты рассказывала мне о том, что как раз трудности, какие-то трудные ситуации в жизни иногда могут быть толчком для того, чтобы написать новую песню. Это до сих пор так происходит или уже нет? На самом деле, иногда оглядываешься назад на себя, смотришь на путь, который ты проходишь, видишь трудности, преграды, через которые ты проходишь и думаешь, да ладно, это я, это я все сделала. И в такие моменты думаешь, не думаешь, а чувствуешь в себе какую-то колоссальную силу и понимаешь, что ты не один, а кто-то или что-то тебя всегда поддерживает и ведет. И это очень сильно вдохновляет. И сейчас пять быстрых вопросов. Поход с рюкзаком или путешествие по городу? С рюкзаком. Кошки или собаки? Кошки. Длинное платье или джинсы? Длинное платье. Игра на гитаре или на пианино? На гитаре. Концерт на улице или в зале? На улице. А другой кадр для прощания? Куда? Катя, спасибо большое. Спасибо тебе. И вам спасибо за внимание и пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok